В эфире программа, подготовленная совместно с Общественной палатой Тамбовской области. Меня зовут Владимир Пеньков. Здравствуйте. Сегодня у нас необычный гость, вернее, гость я, председатель Совета Судей Тамбовской области Наталья Бурашникова. Здравствуйте, Наталья Анатольевна. Добрый день, Владимир Федорович. Вы знаете, я готовился к программе, и должен вам признаться, как на суде говорить чистую правду, нужно признаться, что я не очень понял, что такое Совет Судей. Что такое суд, будь то гражданский, уголовный, арбитражный, я более-менее представляю, как что это делается. Если можно, раскроете страшную судебную тайну. Совет Судей Тамбовской области, который вы возглавляете. Что это за структура? Ну, если в строгом соответствии с законом, то Совет — это орган судейского сообщества, который создан для того, чтобы защищать и являться носителем интересов судей. Можно сказать, что Совет Судей — это орган судейского самоуправления. И вообще вот интересно отметить, что именно в судебной системе существует такая вещь, такое явление, как судейское самоуправление. Наверное, больше ни в одной из ветвей власти такого явления нет. Ни в законодательной, ни в исполнительной. То есть какие-то организационно-управленческие вопросы, вопросы судоустройства, вопросы принятия нормативных правовых актов, которые регулируют деятельность судебной системы, вопросы назначения судей, прекращения полномочий, и вопросы дисциплинарной ответственности судей, они решаются внутри системы. Вот как раз специально созданными для этого органами судейского сообщества. Что касается Совета Судей, то в этом году 30-летний юбилей, он же отмечается, дня создания Первого Совета Судей. Дату создания Совета связывает с решением Первого Всероссийского съезда судей. Решение было мотивировано тем, что необходимо проводить судебную реформу. Для этого нужен специальный орган, который будет внутри системы, который будет являться носителем, скажем так, независимой судебной власти, будет отстаивать интересы судей. И на Первом съезде судей, который состоялся по инициативе Вячеслава Михайловича Лебедева, в 1991 году как раз было принято решение о создании Совета представителей судей. Вот так он назывался. И 12 марта 1992 года было первое заседание Совета судей Российской Федерации. Вот как раз эту дату принято считать датой создания Совета в суде. А что касается полномочий Совета, то, наверное, на примере Совета судей Тамбовской области могу эти полномочия привести. Это практически все вопросы, которые не касаются непосредственного рассмотрения дел. То есть единственное, во что Совет судей не вправе вмешиваться, это деятельность судей после униправосудия. Здесь судья независим, здесь он подчиняется только закону. Все остальные вопросы, вопросы управленческие, вопросы организационного обеспечения, вопросы финансирования, вопросы подготовки законопроектов, вопросы взаимодействия суда и общества, суда и СМИ, взаимодействия с госорганами, вопросы, связанные с обеспечением безопасности судей, с защитой их интересов, в том числе личной безопасности, и медицинское обслуживание, и жилищное обеспечение. Все эти вопросы как раз и решает Совет судей. На самом деле их очень много, даже сложно перечислить весь тот спектр вопросов, которые приходится Советом решать. Вы возглавляете эту структуру, которая решает многие вопросы, обеспечивающие деятельность судебного сообщества, но ведь вы и действующий судья. Раскройте тайну, кто вы за пределами Совета судей? За пределами Совета судей я в Тамбовском областном суде возглавляю судебную коллегию по административным делам, которая занимается рассмотрением публичных споров, то есть споров гражданина и власти. Эта сфера действия Кодекса административного судопроизводства очень широкая. Оспариваются и действия государственных органов, и органов местного самоуправления, и подразделения федеральных органов исполнительной власти, начиная от оспаривания действий судебных приставов до оспаривания каких-то действий или бездействий службы исполнения доказаний и так далее. То есть весь широкий спектр вопросов. И плюс моя сфера деятельности, это еще и соблюдение законодательства в части административных правонарушений. То есть привлечение к административной ответственности вот этими двумя сферами занимается административная коллегия. Но у нас все, кто входит в Совет, это действующие судьи. В Совете 15 членов Совета сейчас, на настоящий момент, и это и судьи арбитражного суда, судов общей резидикции, районный, мировой, областной, и Тамбовский гарнизонный военный суд, то есть представители всех, скажем так, витвей правосудия, все, что есть в Тамбовской области. Но, как правило, в Совет, конференция судей выбирает таких уже наиболее опытных судей для того, чтобы действительно вот эти иногда очень сложные вопросы как-то собираться, сообщать, решать, и чтобы все было, наверное, на благо развития судебной системы. Сейчас немножко поменяем тему, но от судебной системы уходить не будем. Я бы хотел уточнить, вы в суде не новичок, я имею в виду в судебной практике, вы профессиональный судья, профессиональный юрист, возглавляете одну из коллегий, как я понимаю, возглавляете Совет судей, и поэтому к вам хотел бы обратиться как к эксперту в данном случае. Вот я, как обыватель, могу к суду относиться по-разному. Я воспринимаю решение, если оно в мою пользу, как торжество справедливости, как торжество правды, удовлетворение моих гражданских интересов и так далее, и так далее. Я, переходя на другую сторону, я проиграл в суде. Я говорю о том, что суд принял неправосудное решение, неправовое решение, я этим судом недоволен, я буду жаловаться, и так далее, и так далее, и так далее. Ведь истина где-то посередине находится. И в данном случае суть моего вопроса связана с тем, а как принимается судебное решение вами, вашими коллегами? Ведь мы понимаем, что известная фраза «закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло», вы же все это поворачиваете. Насколько, на ваш взгляд, сегодня в Российской Федерации, будь то на федеральном уровне, на региональном или муниципальном, наше судебное производство соответствует истине, соответствует правде, соответствует закону. Мне в контексте вашего вопроса всегда очень нравится то определение правосудия, которое я для себя, как ориентир, в своей деятельности берегу, что суд должен быть правым, скорым и справедливым. Вот эти, наверное, три основные критерии в любой ситуации, как бы ни менялось общество, как бы ни менялось законодательство, какие бы изменения, не происходили, социальные, политические и так далее. Справедливость, понятно, что категория не правовая. Категория, наверное, философская, это скорее такой ценностный, да, этический ориентир. Может быть, даже этическая. Да, 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 совершенно. Но в то же время у нас в каждом процессуальном кодексе, да, которым мы руководствуемся при рассмотрении дел, это понятие заложено. И там написано, что судебное решение должно быть законным и справедливым. Да, и вот где вот этот критерий справедливости, как его достичь в сочетании с законностью, ну, наверное, для меня лично справедливость в таком разумном балансе, там, деяния и воздаяния, ограничения прав и необходимости этого ограничения в обществе, там, в публичных интересах, в социально значимых интересах. То есть вот эти вещи. А справедливости по уголовным делам говорить тоже нужно в отдельном аспекте. Потому что мне кажется, что наиболее сложно принять решение все же по уголовным делам, да, где Фемида там выступает не столько с весами, как вот с мерилом справедливости, сколько с мечом, с этим, да, возмездим, скажем так, справедливым. И здесь достаточно сложно принять решение. И нужно, наверное, судье быть очень объективным. Вообще, объективность и беспристрастность судьи, да, если он объективно ведет процесс, если он предоставляет равные возможности обеим сторонам процесса, мне кажется, они как раз и формируют у участников процесса уважение к суду и как бы предполагают, что решение будет справедливым, да, если судья вот таким образом процесс провел. И люди будут доверять этому решению. А при этом есть сложность, а как не проникнуться с каким-то эмоциональным отношением к участнику процесса? Судья тоже человек. Судья человек со своими эмоциями, со своими представлениями о жизни, о ценностях. Мы понимаем, что судья подчиняется только закону, только нормам права. А как отказаться от эмоций, как не пожалеть кого-то, как не осудить кого-то уже в голове и затем принять жесткое решение? Как вы с этим боретесь? Ну, судейскую эмпатию точно никто не отменял. Но действительно приходится преодолевать вот это эмоциональное отношение к сторонам. Но в качестве примера из давней-давней моей судебной практики, начальной, может быть, смогу привести пример, когда рассматривался уголовное дело. Молодой человек обвинялся в содержании наркопритона и, соответственно, в сбытии наркотических средств. Он сам варил это средство, приглашал друзей, и вот совместно они его употребляли. А там средство было такого характера, что через пару лет оно человеческий организм разрушало полностью, поскольку в состав входило дезинфицирующее вещество для чистки канализационных труб. То есть такая вот серьезная там смесь. А молодой человек был участник боевых действий, инвалидность, мне кажется, даже у него была, то есть состояние здоровья такое вот было. И вот я помню, что здесь как раз чувство жалости, да, оно было. Потому что когда в процессе вот видишь глаза, в них есть интеллект, в них есть понимание, в них есть страдание, вот такое. Но решение было принято о реальном лишении свободы, то есть все равно в соответствии с законом и с теми требованиями справедливости. Но самое интересное, что после принятия этого решения, я почему запомнила это дело, наверное, на всю свою практику, молодой человек он поблагодарил суд за это решение и сказал, что может быть, получив такой срок, но там срок достаточно длительный, просто в рамках квалификации и деяния, там другого невозможно было, да, ничего придумать. Он все-таки сможет отказаться от наркотической зависимости и как-то он так вот надеялся, что ему удастся начать какую-то новую жизнь. Хотя он прекрасно понимал, куда он идет, да, вот вместо лишения свободы. То есть уходя в совещательную комнату, судья, может быть, на минуту забывает о том, что он человек со своими эмоциями, а прежде всего судья, облеченный полномочиями и принимает решение на основе закона. Ну а как быть еще с одним? Мы знаем, в одной умной книге написано «Не судите» и «Да не судимы будете». Как вы с этим справляетесь? Ну здесь я бы сказала, что мы не судим. Вот к той фразе, которая из «Умной книги», там, мне кажется, что речь больше идет об осуждении. Вот судья не может осуждать кого-то в процессе, да, какую-то сторону, а судья осуждает правосудие. То есть он применяет закон к конкретной ситуации, к конкретному какому-то спору и разрешает его на основании этого закона. То есть, наверное, в этом разница. Я думаю, что это не о судьях. Еще одну тему предлагаю затронуть и к вам вопрос как к эксперту в судебной сфере. Если я не ошибаюсь, то в обычной жизни мы те или иные поступки, суждения, деяния оцениваем с различных позиций. Есть нормы права, есть нормы морали, нормы традиций, нормы обычаев и так далее. Причем, насколько я понимаю, нормы права в ряде случаев идут во след за развитием социально-экономических отношений, политических даже отношений. И нормы права находятся в определенном дрефе. Мы понимаем прекрасно, что в 30-е годы прошлого века в Уголовном кодексе РСФСР и других союзных республик была знаменитая 58-я статья. И в любом случае это было основанием для принятия судебных решений по политическим мотивам. Мы знаем, что в советском уголовном праве было понятие, что однополая любовь это наказуемое деяние. Мы знаем о том, что незаконное предпринимательство и валютные операции в советском судопроизводстве являлись предметом осуждения, если я не ошибаюсь. Сейчас многое поменялось. И когда около валютно-обменников стоят мальчики и предлагают сделать ту или иную валютную операцию, они в данном случае не находятся в зоне ответственности суда, в зоне интересов правоохранительных, структуры и так далее. Я к чему такую длинную преамбулу подвожу? Ведь, смотрите, вы учились на юридическом факультете, вы получили специальную подготовку, а законодательство все время меняется. Вы что, постоянно являетесь учениками и осваиваете новые нормы права? Вы осваиваете новые правоприменительные практики? Можно вообще установить какие-то нормы и сказать, как законы Ликурга? Это отныне и до веку. Или же судебная система учитывает изменения законодательства? Ну, я думаю, в этом-то, наверное, и интерес судейской профессии. Если бы был один закон, мы постоянно применяли один закон, но просто было бы скучно. Поэтому мне как раз и нравится тот момент, что все изменения социума, все эти вызовы современного общества, которые имеют место, они, безусловно, порождают новое правовое регулирование, оно не стоит на месте. Судья, соответственно, все время находится в тонусе, в интеллектуальном, поскольку должен эти новые правовые нормы понять, осмыслить, истолковать правильно и, соответственно, применить в конкретном деле. Поэтому это как раз, ну, как в одном из популярных сериалов фраза сразу мне вспомнил, что рост — это единственное свидетельство жизни. Вот как раз здесь, наверное, залог профессионального роста и профессионального успеха не стоит на месте, и вот меняющееся законодательство нам в этом очень много помогает. Скажите, а Совет Судей на профессиональную подготовку судей готов как-то повлиять или это за пределами ваших полномочий? Совет Судей разрешает вопросы повышения квалификации судей. С участием Совета Судей принимаются зачастую такие решения, каким образом проводить повышение квалификации судей, что нужно для этого, необходимы ли там только лекции ученых или необходимо еще общение с судьями практиками. Может быть, туда нужно ввести какие-то сферы, связанные с антикоррупционным регулированием. Поэтому Совет Судей в решении вот этих организационных вопросов принимает участие. И Совет Судей России, безусловно, и Советы Судей регионов. А что касается Совета Судей России, в школе эту тему затронули, то я здесь хочу отметить, что председатель Тамбовского областного суда соседов Евгений Александрович, он у нас член Совета Судей России еще с 2014 года, если мне память не изменяет. И он как раз там возглавляет комиссию, одну из комиссий Совета Судей по противодействию коррупции и регулированию конфликта интересов. И очень активное участие принимает и в совершенствовании законодательства в этой сфере, и в изменениях, которые вносились в наш корпоративный акт. У нас же есть Кодекс судейской этики, это внутренний корпоративный акт. Но, несмотря на это, за нарушение этого кодекса судей могут быть привлечены к дисциплиной ответственности вплоть до прекращения полномочий. То есть, вот так же сделано. Вы сказали о том, что судья, безусловно, подвержен стрессовым ситуациям и при принятии решений, и вообще в своей постоянной жизни. Вот из вашей практики вы идете в процесс. Вы одеваете мантию, вы забываете обо всем, и о том, что у вас утром перед завтраком убежало молоко, и о том, что нужно заплатить за квартиру, и уже просрочен один день, я фантазирую в данном случае. Что в основе вашей личности стрессоустойчивости? Может быть, вы занимаетесь йогой, может быть, вы занимаетесь фитнесом, может быть, вы занимаетесь еще чем-то, может быть, есть какие-то психологические практики, которые вы используете. Согласитесь, стресс есть, ведь он же накапливается внутри человеческого организма, в нашей душе. Как вы с этим боретесь? Насчет судейской мантии, ваш пример абсолютно правильный. Она не просто атрибут судебной власти, не просто символ и часть вот этого обряда. Судья, надевая мантию, действительно отрешается от других проблем, поскольку, мне кажется, он настолько глубоко погружается в конкретное дело, где нужно и фактические обстоятельства все установить, всех выслушать, понять, насколько еще достоверны эти пояснения, понять, как правильно применить закон, как его столковать, в совокупности с какими нормами, что он действительно от своей жизни в этот момент уходит и может забыть о молоке на плите и так далее, о том, что кто-то не накормлен с утра и до вечера. Безусловно, что разгрузка нужна, чтобы не было эмоционального выгорания. Нужно переключение. У всех, наверное, по-разному. У меня это творчество, книги, театры, спектакли, музеи, поездки, общение с ребенком постоянное. То есть обязательно нужно переключаться. То есть переключение как инструмент антистресса. Да. Еще одну тему затронем. Здесь я полный дилетант и надеюсь только на ваше правильное рассуждение. Вы правоприменители, я имею в виду судью, я правильно понимаю? Но ведь правоприменительная практика складывается в ходе той самой, прошу прощения за татологию, судебной практики. Одно и то же схожее деяние осуждается в суде в Иркутске, в Архангельске, в Тамбове. Решения ведь могут быть разными. Судья учитывает одни детали, положительные характеристики, прежнюю судимость, наличие ветеранского статуса, инвалидности и так далее. Возможно, в российском судопроизводстве унифицированная по схожим делам судебная правоприменительная практика? Единство судебной практики, как раз то, о чем вы говорите, оно поддерживается Верховным судом. Да, у нас не страна прецедентного права, Россия страна континентального права, у нас англо-саксонская система, мы не придерживаемся, у нас нет судебного прецедента, но в то же время Верховный суд, он формирует единство судебной практики путем издания постановлений пленумов. Они являются разъяснением для судей, как раз для исключения той ситуации, чтобы судья в Иркутской, в Тамбовской области и в Липецкой при совершенно сходных обстоятельствах с него не сходились. Аналогичное решение, да, и, наверное, это правильно, поскольку это порождает какую-то определенность судебной практики, это и у граждан формирует правовую определенность и, наверное, поддерживает вот этот принцип справедливых ожиданий. Есть у нас такой принцип юриспруденция, да, когда уже гражданин, идя в суд, заведомо знает, что вот в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации приблизительный его вопрос может быть разрешен таким образом. То есть это ориентир, наверное, не только для судей постановления Пленума, но и для граждан, которые либо собираются пойти в суд, либо, наоборот, для граждан, которые не хотят стать ответчиками в суде и понимают, что вот таким образом, наверное, действовать не нужно, потому что есть такая практика высших судебных инстанций. Ну и плюс вот эти руководящие разъяснения, они, наверное, минимизируют возможность судебной ошибки, ведь судьи тоже люди, от ошибок никто не застрахован, можно чего-то не учесть по фактическим обстоятельствам дела, можно запутаться в сложной правовой конструкции, когда применяется одновременно несколько нормативных правовых актов. Для этого как раз существует инстанционность, когда судебное решение, вынесенное, ну, к примеру, районным судом, будет проверено потом в областном, в конституционном суде и как последний этап в Верховном суде. И этому служит как раз вот та судебная практика, которая формирует Верховный суд Российской Федерации. Если можно, честно скажите, в вашей практике было, когда принятое вами решение высшестоящая инстанция отменяла? Да, конечно. Как вы лично к этому относитесь? Эх, не доглядело, эх, надо было более четко, более жестко, эх, ваша реакция человеческая, судейская, женская? Как всякая критика, как руководство к действию. То есть, если даже я на момент вынесения решения была полностью уверена в своей позиции и оно отменилось, значит, я понимаю, что, наверное, где-то недомотивировало, наверное, где-то недописало, наверное, можно было более убедительнее порассуждать, да, вот, в каком-то аспекте, и тогда это решение там в законности и правомерности, которого я была уверена, оно бы устоялось. В бизнесе очень популярна такая книга называется «Жалоба как подарок». То есть, в любом случае, если случается что-то, в данном случае речь идет об отмене принятого вами судебного решения, в любом случае, это не в обиженку человек уходит, а пытается разобраться и не допустить в перспективе этого, да? Оно улучшится, совершенно верно. Ну, и другой момент. Вы же находитесь в нашем региональном судебном сообществе достаточно высокой ступени в областном суде. Вы, решение своих коллег, ниже стоящих отменяете когда-либо? Отменяемо у нас в пределах 20% судебных актов, вынесенных районными судами, отменяется областным судом. Это низкая квалификация районных судей или это то самое государево око, которое стоит на страже интересов гражданина, государства, общества, бизнеса и так далее, и так далее. Чем вы это объясняете? Ну, в принципе, вот эта цифра отменяемость одной пятой части судебных решений в суде апелляционной инстанции, она приблизительно аналогичная по всей стране. здесь мы не какой-то показательный пример. Ну, во-первых, все равно это тот фактор, наверное, имеет значение, что в апелляционном суде есть судебная коллегия. То есть, дело рассматривается в составе трех квалифицированных совершенно верно, когда можно пообсуждать, посоветоваться, посовещаться и уже принять более взвешенное и обоснованное решение. Плюс исправление каких-то действительно единичных судебных ошибок, которые имеют место. Нет, это ни в коем случае не говорит о низкой квалификации судей районных судов. Просто вот действительно на этом этапе Система сама себя очищает. Система сама себя контролирует. И еще один, может быть, неприятный вопрос. А оправдательный приговор это плюс судебной системе или это минус? Вы к этому как относитесь? Ну, я бы не считала ни плюс, ни минус, поскольку в показателях судебной работы нет такого критерия, что это плюс, оправдательный приговор минус. Оправдательный приговор как минус, да, могут, наверное, себе засчитать правоохранительные органы, следственные органы, которые занимались расследованием уголовного дела, и действительно, если факт совершения преступления имел место, может быть, не смогли доказать что-то, или наоборот, его не было. Но в любом случае для судей оправдательный приговор — это такой же судебный акт. И у меня в практике тоже были оправдательные приговоры. То есть в любом случае вести разговор о том, что как у бизнесмена или у государственного служащего есть понятие KPI — у меня должно быть столько-то положительных решений, столько-то — для суда это не показательство? Нет, это не отрицательное решение оправдательного приговора. Для суда показатель количества рассмотренных дел, показатель служебной нагрузки и показатель качества судебных актов, как раз то, о чем мы с вами говорили, а это отменяемость судебных актов судом в вышестоящей инстанции. То есть в любом случае суд — это живая система, суд, который имеет внутри себя определенные контрольные ступеньки. И в любом случае эти контрольные ступеньки не столько говорят о квалификации нежестоящего судебного решения, сколько говорят о том, что нужно дойти до самого конечного предела, чтобы решение было справедливым, оно было законным и оно было в интересах истины, в интересах справедливости, нормы права. Об этом разговор. Совершенно верно. В финале, Наталья Анатольевна, если позволить, один такой каверзный вопрос, который меня мучает долгие годы. Мы знаем, что отношение к судебной системе в общественном мнении очень разное. Если полистать в социальные сети много и позитивного, много и оскорбительного, даже придумали такой термин «басманное правосудие» и так далее, и так далее. Как вы к этому относитесь и что, на ваш взгляд, лежит в основе правового нигилизма обывателей, которые смотрят, что судебное решение — это все заказное? Что бы вы ответили этим нигилистам и вашим критикам? Я бы прежде всего отметила то, что большинство граждан судебной системы не сталкивались. Те, кто так рассуждает. Они сами лично в суд не приходили, не участвовали в судебных процессах. И строит свое осуждение либо со слов кого-то, кто уже побывал в суде. И как раз вот здесь та сторона медали, о которой вы говорили, что довольно две стороны точно не будут судебным процессом. Безусловно, одной из сторон судебное решение будет воспринято негативно. И крайне редко, когда человек, которому отказывают в иске, либо кого осуждают на какой-то срок лишения свободы, скажет «Спасибо за справедливое решение». Вот тот пример, который я приводил, это вообще исключение. Вот таких, наверное, больше не было в судебной практике. А в основном, да, одна сторона недовольна, соответственно, она выходит из процесса, делится своими суждениями со знакомыми, с соседями, с родственниками. Говорит о несправедливом суде, да. И это может стать частью общественного мнения уже вот эта вот ситуация. А второй момент, здесь как раз вот есть у судей Конституционного суда, Михаил Иванович Кляндров. У нас такое знаменитое интервью, в котором он говорил о том, что общественное мнение зачастую формируется и прессой, и самими опросами. Он привел пример как раз. Да, и целенаправленно. Да, совершенно верно. Есть заказные публикации, которые направлены на дискредитацию судов или отдельных судей. И здесь вот как раз и Совет судей России, и Советы судей регионов в этом направлении работают активно для того, чтобы действительно до общества доходила информация, во-первых, оперативная, то есть своевременная. Во-вторых, объективная, которая отражает все аспекты судебной деятельности. И мы взаимодействуем с прессой, мы создали объединенную пресс-службу судов области, открыли телеграм-канал, где ежедневно все суды области публикуют информацию о рассмотренных делах, которые, по их мнению, являются наиболее интересными для общества. Но с учетом того, что в процессе всегда две стороны, наверное, сформировать стопроцентное доверие к суду в обществе с учетом вот этого момента, мы же не оказываем услуги. Когда гражданин пришел в государственный орган за оказанием государственной услуги, она ему была оказана в соответствии с законом, с регламентом, у него 100% будет результат, он уйдет довольным. Из суда довольным уйдет только один, второй ни при каких обстоятельствах. Поэтому вот такая картинка. Работать в этом направлении, наверное, путем взаимодействия, вот как раз опять то, чем занимаются советы судей, взаимодействия суда и общества, работа по укреплению авторитета судебной власти, взаимодействия со средствами массовой информации. И профессионализм судей тоже должен работать в эту сторону. Это вот как раз объективное ведение процесса. Это понятные и обоснованные судебные акты. Конечно, они тоже будут повышать доверие и уважение к суду, но мне кажется, что оно есть, и что вот эти публикации, они все равно, наверное, какой-то носят единичный характер. Я почему так рассуждаю? Потому что у нас в последние годы, когда мы отчеты свои смотрим, у нас ежегодно и значительно возрастает количество обращений граждан в суд. Граждане идут за судебной защитой. И количество удовлетворяемых исков у нас по некоторым категориям дел, более 90% исков удовлетворяется. Это говорит о том, что судебная защита работает, и люди неохотно идут за каким-то внесудебным разрешением споров. Если вспомнить 90-е годы, где было несколько иначе, то есть сейчас люди предпочитают прийти в суд, не хотят заниматься процедурой медиации, какими-то соглашениями о примирении, а предпочитают, чтобы было судебное решение, которое будет окончательным, которое будет исполняться. Поэтому, на мой взгляд, доверие в обществе к суду все-таки есть, иначе бы не шли люди за защитой нарушенных прав так активно, как идут сейчас. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Спасибо. Я желаю успехов вам и на судейском поприще, как представителям областного суда и вашему совету судей, которые вы возглавляете Тамбовской области. Спасибо. Всего доброго. А я напомню вам, уважаемые телезрители, вы смотрели программу, подготовленную совместно с Общественной палатой Тамбовской области. У нас в гостях была Наталья Бурашникова. Программу вел Владимир Пеньков. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин